Музыка Нашего министра не может прийти, позвонил советник Министра зацепили Николай Сергеевич просил от имени Елены Галактьевны поздравить Виктора Виктор привез 250 работ в расчете, что зал в 4 раза больше К сожалению, зал небольшой и камерный, лишнего навес А выставка как раз собралась и получилась именно вот такая Прям какая-то очень душевная и очень теплая Несмотря на то, что он европейского такого вида А вот работы, которые сделаны в таком восточном стиле Они прям подкупают какой-то уж высокой планкой настоящего профессионализма А ты в Китае такой? Нет, не был Значит, надо китайцев сюда знать Пусть они посмотрят и прикоснутся к настоящему большому, высокому, профессиональному образу Они то изучают это десятилетиями и тренируются И действительно для них это высший пилотаж Хочу сказать, что вот в технике, я говорю, достаточно много художников работает Но вот Виктор у него совершенно свое, совершенно специфическое такое видение И какое-то вот ощущение природы Одновременно такое и радостное, и одновременно какое-то философское сосредоточенное Конечно, просто здорово В нашем зале наконец-то такая выставка состоялась Виктор 30 с лишним лет отработал 40 с лишним лет отработал в художественной школе, директором в городе Норильске Приехал в Красноярск Мы сразу дали ему мастерскую Потому что все, кто просил мастерскую, все от нее отказались А он только зашел и сказал, да Меня полностью выстраивает Большая, отремонтированная на сегодняшний день Очень уютная, очень такая, гостеприимная мастерская Полная, от пола до потолка на два этажа Всевозможных артефактов Всевозможного натюрмортного фонда Прямо, я не знаю, вот он взял, наверное, полнорец, скажем Перевез сюда с собой Человек, который очень серьезно и очень тщательно относится И к самому себе, и к своему творчеству Это, конечно, сразу видно и по работам, и по оформлению И даже по тому, как он привез свои работы сюда в Дом художника Все работы по форматам Уложены в специальные кассетницы, которые удобно носить Которые еще и на колесах То есть я за многие годы своей работы Я не видел такого отношения уважительного к своему собственному труду Это, конечно, характеризует его не только как настоящего мастера и художника Но и как человека очень ответственного И понимающего, что это не просто развлечение по жизни А что это действительно настоящий труд Который надо уважать в первую очередь самому себе И тогда и к тебе будет такое же уважение И тогда, я думаю, что И у тех, кто сегодня собрался Будут самые искренние, самые теплые слова И вам в адрес Виктора Асанчикова И я поздравляю вас с замечательной выставкой И хочу сказать, что Для очень многих, не только для студентов школы Которые вот он сейчас преподает Для очень многих, в том числе и уже составившихся художников Будет интересно и посмотреть И может быть даже чему-то и получится И я еще раз поздравляю Новые выставки Виктора Васильевича Асанчикова Ну, с ним мы знакомы чуть поменьше, ровно половину Да, с 92-го года Поэтому многие работы То, что он делал в Норильске Были хорошо знакомы Здесь увидел тоже их несколько Как бы с последней выставки в Норильске Когда завершал свое творчество Ну, знакомый, он менял технику Потому что первый начинал работать по шоу Как бы там Потом работал в смешанной технике Когда с гвоздями Там со всеми остальными Потому что при том, что привозили с Нордика То, что было посвящено документам в Нориль-Лага Поэтому это тоже большое творчество Большое... Здесь вот как раз Одна из выставок была посвящена танцующим кистям Как раз показывала и технику Ту японскую Каким образом на самом деле Она летает, танцует Эта кисть Вот здесь видно И работа разнообразна Хотя, может быть Под некоторыми картинами Не согласился Может быть Что-то еще Ностальгия Но самое главное Что он везде Находит вдохновение Для творчества Ищет Что сегодня Уже Казалось бы На резке Вот примерно Такие пейзажи Круглый год Да, только меняется цвет Небо Немного Отличается цвет травы Да, что больше снега Меньше снега А так все Как бы одинаково Но тем не менее Одна картина Не похожа на другую И мы это видим И вот Как бы Трогательность Природы Цвет Ощущение Вот этой легкости Вот Он Я сколько знаю Всегда Оптимист Поэтому Это Видно в его работах Хотя Как бы Темные тона присутствуют Ну вот Пожалуй Он Весь здесь Потому что Во всем Многоцветия Красок Стилей Поэтому Вот Просто Творческого Долголетия Вот Несчерпаемое Вдохновение И Как можно больше Работ Радуйте нас Спасибо Спасибо Школа номера Ленина Сурикова Мы гордимся Тем Замечательный Преподаватель В составе И Всего Коллектива Детской художественной школы Виктор Алексеевич Мы вас искренне поздравляем с открытием вашей выставки Дети наши немножко запаздывают Подойдут Они обязательно посмотрят Замечательные работы Конечно Мы активно работаем акварелью Я думаю что им есть чему Получить У вас свободные Воздушные Легкие Спасибо вам большое Аплодисменты Аплодисменты Я хочу сказать Это не первая его выставка В Красноярске Первая его выставка В Красноярске Как раз Состоялась В доме В фойе дома В котором Находится его мастерство И Для всех Жителей этого дома Я думаю Было такое большое Настоящее Откровение Когда не просто Там реклама Каких-то коммерческих Там Предприятий Или Каких-то товаров А вдруг В фойе А там такая Круглая Ротонда Были развешаны Работы Виктора Сачкова Я считаю что вообще Как бы Это очень правильная Хорошая такая Идея В домах На площадках На лестничных В квартирах Должны висеть Красивые Замечательные Произведения Красноярских И не только Красноярских Воложников Как вы думаете В миг бананы Разлетелось Сейчас Пожалуйста Надо сказать Что с Виктором Алексеевичем Познакомился Заочно Выбирая Картины Для Закупки Музеев Еще не видел Но По работам Смотрели Смотрели И определили Что Такая работа Обязательно Должна быть В музее Только Потом Уже Познакомились Лично И Нужно И Нужно Сказать И Ощущается Теплота Хотя Человек Как Севера Приехал Теплота Доброта И Чувствуется Нескончаемый Творческий Поиск И Это Действительно Если Художник Остановился В своем Поиске Он Перестал Быть Художником И Поэтому Я Поздравляю Красноярцев С открытием Такой Чудесной Выставки Думаю Многие с ней Познакомятся Думаю Такое Количество Выставочных И Издательских Проектов И Она Приехала С целью Создать Еще Один Очень Нужный Очень Интересный И Важный Проект Он Называется 100 Художников Сибири На следующий год Этот Проект Будет реализован Как раз Эта цель поездки Сразу Первым делом Конечно же На выставку Виктора Васильевича Добрый вечер На самом деле Очень приятно Приезжая В Красноярск Погрузиться В Выставочные Залы Музейные Залы Поскольку Сибирь уникальный континент Здесь наверное Происходит сейчас Самые важные Самые значительные Художественные События Я совершенно Серьезно Об этом Говорю И Художники Каждого города Они совершенно уникальны И совершенно Индивидуальны Когда мы зашли В эту выставку То Сергей Евгеньевич Сразу Сказал Это не Красноярский Художник Кто это? Потому что Ты его видишь Впервые Ты не знаешь Манера его письма Ты не знаешь Его стилистики Но это Это очень интересно Чувствуется Просто Психологический Настрой художника Что для него важно Его ощущение Природы Его Чувствуется Что это Тонкий Тонкий человек Значит мы получили Полную информацию О Викторе Васильевиче Чему были очень Очень рады Да Я поздравляю Красноярцев С тем Что в городе Появился Новый художник Интересный Художник Я думаю Что Любой город Накладывает Определенный Отпечаток Да И я думаю Что Красноярск Это совершенно Новые линии Новые сюжеты Новые работы И думаю Что Эта выставка Как-то очень Кстати Пришлась Квесьме Я думаю Что Ощущения Новые Новые настроения Трепет Такой Некий Возникает На этой выставке Я думаю Что Это заслуга Художника Поэтому я Поздравляю Виктора Васильевича Поздравляю Организацию Красноярскую С тем Что Вашей Организации Прибыло Поздравляю Спасибо большое Ну Давай Виктор Победитель Тогда Победитель Я просто Вам скажу В одной из поездок На Норбик Где Мы Готовили экспозицию Для Музея Морейского Промышленного музея Истории развития Ну По крайней мере Сказал Какие-то слова Относящие Как Неграмотно Испомнил Соняя с вертолеты Я Значит Там Во время войны По реквизу Американцы Поставляли Военные Старые Мушлаты Старые Обмотки Старые Помощенные вещи На Объекты Гулага Понятно, да? Я Один из предметов Значит Один предмет Значит Сюда Английский ботинок Засунул Зеленый Кованый Носок И пятка А сюда Засунул Американский ботинок С чертовой кожей Подошвей Оксава Она Прессованная Былась Бумага Потом Она Разбухла Бумага До Высокого Я Принес И Этих предметов Было много-много У меня в мастерской Там Сапоги Скрычили Как Помойка Мне не ломка Там все время Техничку убирала Я думаю Чего Я думал Потом Когда я на выставку Выставил работу Старый сапог Такой Загнутый Говяжка И вот Может быть Видели фильм Ликвидация Там портрет Жукова Портрет Сталина Сталин портрет над его столом Но это не портрет Это вообще плакат Который находился в доме На набережной И этот плакат гласил о том Что Сталин держит Телеграмму И в телеграмме народ Спрашивает Когда же будет Много товаров В промышлении И вот как бы Сталин держит И отвечает Да, скоро будет Возьмем много промышлений Товаров А вот Этот портрет Сталина В Голяжке Вырезанном В Голяжке В Паспорту И в Голяжке Сталин И назывался Эта работа Больше хороших товаров Но Это портрет Но мне пришлось Чтобы его вставить В рану Этот портрет Этот предмет В данном случае Сапог Разрез пополам Я резал В школе Вулкани Там В пелье Там дверь шел Сигнализация сработала Все-таки Я его распилил Потом птичка ходила А я видела А я видела Как он их одел Она сперва думала А потом Когда он увидел Экспозицию Эти работы Все ушли в музей Тамара Анатоничная Забрала их И часть музея Вот Как бы я характерно Завел всегда Что вы видели У меня В мастерской Это буквально Собрано было За лето И хомуты И листремина И подковы И стремина И подкруги Детям говоришь Ничего не знают Показываешь на чугун Они говорят А это горшок 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 с ручками А чугун там Ручки Горшок с ручки То есть Дети наши Быстрые истории Забывают А это истории Никуда не есть Ну а вот Конечно Работая Здесь уже Видите Сюжетную сторону Прорабатываешь А вот У меня В Норинском Никак не было Дерево Обязательно Такое Вроде Пишут Воронье гнездо Но тут Видите Воронье Хотя гнезда Назвал Хаос В деревьях Парёт Что-то летает Воронье гнездо Там Парёт Там Ветер Осень Зачастую Подвигло У меня Творчество Как в таковом Акварели Одна из выставок В Норинске была В Кудринске Валерий Екатевич Привезал свою выставку Я там одну работу Он выставил Прибой Я как увидел Со мной плохо стало И он буквально Понимаете Посмотрел одну работу И он выступил А я одну работу Увидел Перенасыпался И я немного больше Больше смотрел И это сюда и пошло Потом Начало китайцев изучать Хотя Я всем говорю Что я в Китае был Вот тут мне что Пристать что в Китае Хотя бы да И ну раз я смотрел Мастер класса Китайцев Видел Вот понимаете Вот хочется Выхватить у Китайца Кисть его И показать Как надо все таки Работать Потому что Все таки Ну буквально Пишется Ну самое большое Десять-пятнадцать минут Вот я вижу Как шум не работает Он размеренно Берет Все Все размеренно Но когда только Прикасается кистью Бумаги Там вообще Что творится Вот знаете Там никакая камера не снимет Потому что Там будет все смазано Там кисти вообще не видать Вот и я Когда в выставке делал Так же писал И дел И назвал Танцующая кисть Потому что Кисть должна танцевать Но когда я начинал Кисти китайские Они длинные Да Она обезжиривается Специально Обезжиривается Чтобы она давала Быстро тушь Потому что При быстром письме Просто кисть она жирная Она держит в себе Материал А когда она обезжирена Она быстро отдаёт Я купил китайскую кисть Макнул И начинал Ну как же Мак перед тобой Надо же думать Смотрю на лист Смотрю книгу Смотрю на лист А с кистью капает Китайцы Даже кисти не умеет Потом до нее обошло Что оказывается Кисть она специально Обезжиривается Когда она набираешь Начинаешь работать Она полностью отдает силу Всю энергию И кисть будет отдать Вот например Вместилище пустоты Значит У китайцев Язык очень интересный Очень образный Значит Если Китайский язык Вообще Такого нельзя изучить Если ты промышленный Будешь переводчик Ты промышленный язык изучаешь Если Изучаешь Изучая культуры Да Будешь переводчик по культуре Но Вам одно скажу Значит Предмет Например база Промышленник переведет Вместилище пустоты А Художник Человек который переводит По искусству Переведет Кувшин Понятно? То есть Кувшин это Вместилище пустоты Ограниченное Григо Все С праздником Аплодисменты Выставка ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ничего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...